Буяка-буяка! Это Саймон Шоу на Эннерджи! Наша Мбангала! Саша Маслакова! Я ваш брат от другой мамы, Саймон Агбалауме Рио Куланджа! Наш любимый афро-россиянин! Ну что ж, в Эннерджи Семейке есть прибавление, есть гость, и я... Вчера я всем сказал, слушай, я же ее знаю, это же та дерзкая дама из интернета! Именно она стендап-комик, блогер, писательница, певица, бьюти, богиня всея Руси! Ladies and gentlemen, Наталья Краснова! Здравствуйте! Доброе утро, доброе утро! Наталья, вот ты та дерзкая дама из интернета! Нет, я очень скромная дама, в интернете я очень дерзкая, Но обычно, когда в жизни меня видят, говорят, ой, вы не такая мерзкая, как на экране, да Ну, кстати, даже не страшно, да, вот в твоем поле сидеть, не опасаешься Потому что люди побаиваются меня, думают, что я какая-то стерва просто То есть они подходят на улицу? Они подходят на улицу с опаской, что я их могу пнуть И когда я их не пинаю, они говорят, как удивительно, что вы даже не пнули Это обидно! Даже я ожидал другого, да Ну, если спросить тебя, Наталья Краснова, это кто, да? Юморист, блогер, автор книг, мама чудесных деток, дерзкая дама из интернета Мне все нравится, вот все, что ты говоришь, это все я А, это все ты, да? Да То есть такое прямо расстроение, распятерение Ну, у тебя же тоже есть какая-то личная жизнь и есть рабочая жизнь Конечно Или у тебя нет личной жизни, ты живешь вот здесь вот Не, ну, правда, я еду, работаю и здесь сплю, но личная жизнь как-то... Тут, тут тоже, да? Тут, да, есть, да Только вон в том углу Здесь работа, а там личная жизнь Именно Нет, тот угол мой, у него вон тот Я стендап-комик, но мне недавно претензия такая прилетела Говорит, почему ты называешь себя стендап-комиком, когда ты пишешь книги сатирические? Ты писатель-сатирик, ты не стендап-комик А пока есть какая-то градация, да? Получается, что есть, получается, ну, как по мне, писатель-сатирик Это какие-то там Жванецкие и прочие люди А ты открой нам этот мир, ты нам этот мир открой То есть градации именно людей, которые шутят Короче, сначала, сначала идет, ну, типа, человек, который рассказывает анекдоты Такой, типа, душа компании, который Ой, а у нас на заводе Петрович так смешно шутит Вы офигеете, возьмите его к себе в стендап Потом есть чуть повыше, это стендап-комик Ну, то есть это вот Петрович, если он пошел в стендап Он реально смешной Есть такие люди, которые даже не из КВН, они откуда Просто талантливые Но уже Петрович так Уже Петрович, Петрович уже стендап-комик, все А потом Петрович начал писать книги и стал писателем сатирик Ну, это как по мне градация Сейчас стендап-комики скажут, Наташа, это не так Это так Ну Вот И после сатирика кто там еще сидит? Я не знаю, там уже есть кто там наверху У кого есть телепередача, да? То есть сатирику получает телепередача? Писатель-сатирик для меня, ну, я еще пока не ассоциирую себя с этим званием Потому что это надо заслужить То есть пока ты где-то на уровне Петрович, который шутит Петрович, ну, мне надо очень искать Нет, подожди, Петрович уже Не оскорбляй, подожди Я больше, наверное, стендап-комик, который стремится стать писателем-сатириком, но еще пока не стал Да, Саш, не путай, Петрович уже давно анекдоты не рассказывает Она уже пишет шутки сама Петрович же поднялся Анекдоты вообще рассказывает Вы не смейте стендап-комику сказать Я вас воспринимаю, ваш юмор так похож на анекдоты, как вы мне сказали Это оскорбительно, капецки, ну, то есть, честно Возьмем на заметку Что-то не так во мне, что-то я не так пишу, может быть, что у меня юмор похож на анекдот Так, слушай, ты же недавно вышла замуж Ну, относительно недавно Да, ну, год назад Но при этом продолжаешь писать некоторые книги про измены И вот сразу вопрос созрел Не изменяю ли я стихомолку? Что себе позволяешь? Что ты там себе позволяешь? Как ты думаешь, все ли мужчины изменяют? Вот все еще, есть у тебя такое мнение? Слушай, я лет... Ну, много лет назад я говорила о том, что все мужчины изменяют Просто некоторые палятся на этом, а некоторые нет Ой-ой-ой-ой-ой Нет, я сейчас объясню, почему На самом деле это не так Но это я сейчас могу честно сказать Окей А раньше я говорила это, это было как защитой какой-то То есть, мне мужчины изменяли, и мне хотелось сказать Да, они все такие Да, они все, сводок Что дело не во мне, дело в природе мужской Вот в такой, полигамной Реально верила вот в эту чушь Про то, что мужчины полигамные Моногамные, серьезно Но такая прошивка есть Она есть, да Да, да, и поскольку я родилась в постсоветском пространстве И выросла в нем А я родилась в советском пространстве А выросла в постсоветском У меня была такая прошивка, что женщина должна терпеть Потому что мужчины все ходят налево Просто некоторые открыто, а некоторые закрыто И вот это, чтобы с этим бороться, мне понадобилось много лет Но сейчас ты сейчас на такой старе, что Я знаю людей, которые, ну насколько я знаю Не изменяешь Которые абсолютно, им не нужно этого вообще Ну окей, видишь Это великолепно Это озарение, вот Озарение Натальи Ну просто люди взрослеют и у них меняется мнение То есть очень Есть фразы, которые я когда-то говорила там лет 10 назад И мне за них, ну неудобно, потому что они тупые Как и некоторые анекдоты Но подожди Стремнее было бы, если бы я говорила какую-то тупость 10 лет назад И сейчас мне было не стыдно, потому что я думаю так же точно, как 10 лет назад Значит, я не развиваюсь Значит, я осталась на том же уровне Петровича Вот где-то Я понял, но Наталья, как ни крути Все равно есть время, когда надо тупить Но чтобы было с чем сравнить, понимаешь? Так что Начинать надо снизу Конечно Потому что начнешь сверху, некуда уже расти Абсолютно Надо с тупизны начинать Впереди Саймон Блиц Сай задает тебе каверзные вопросы Отвечаешь на них кратко Юморно, если захочешь, конечно Да Отвечать правду или неправду Ну, кстати Врать можно или нельзя? Конечно, можно Ты можешь врать, но не говори, что врываешь Главное, именно в твоем стиле Ты же дерзкая дама Готова? То есть я полчаса объясняла, что я хороший человечек А вы все равно мне не верите Ну, блин И сколько я тебя не видел в интернете, понимаешь? Образ у меня уже в голове Все, как напросились Вот такой первый вопрос Старый муж или жадный муж? А можно если что-то хорошего Вы только как в дерьмище вот это несете мне Богатый, молодой, красивый муж Есть там? Выбери Нет, здесь только два варианта Старый муж и какой? Или жадный муж? Ну, жадного можно обмануть А жадный и тупой, или жадный и умный? Тут даже нет Давай жадный и тупой, я его буду обманывать Другой прошивки нет Старый муж или жадный муж? Какой выберешь? Нет, старый муж лучше новых двух Даже То есть старого мужа, да? Да, да Отлично Это на тот случай, если старый муж мой сейчас активизировался Не про тебя речь Просто вопрос Да, да, муж, ну, то есть не про тебя Абстрактный муж А как зовут? Ну, не, не зовут и зовут Первый муж А мужа как зовут? Его никак не зовут Никак не зовут? Не упоминай вообще А, я понял, окей, отлично Год без отпуска или год без кекса? Почему ты смотришь... Почему вы такие вопросы задаете человеку, который пишет книги и не спит на... Сегодня не спала ночь, потому что я дописывала голову Я не сплю уже пятый год, ну, нормально, по-человечески Наталья А когда писала вторую книгу, у меня не было секса на тот момент Почти... О, нельзя говорить слово такое У меня запрещенное на территории Российской Федерации Никто не запретил ничего Наталья, год без отпуска или год без кекса? Три года без кекса была и пять лет без сна Вы что, прикалываетесь? И выбирать будешь? Мне оба варианта подходят, я не подохну Отличный ответ, окей Так, много хейтеров или много подлиз? Ну, слушайте, я бы подлиз выбрала Они хотя бы создают ощущение, что я что-то значу в этом мире Потому что хейтеры, ну, блин, люди, которые тебя ненавидят, их и так дофига Овер дофига, и если я еще их выберу, то нафиг надо То есть много подлиз? Много подлиз Окей Я поэтому к вам и пришла на шоу Почему? Я продолжу Ну, немного, ладно, вас немного Я думала, что вы больше выберете Наталья, год не мысль Мыть голову или год не чистить зубы? Где про кекс, блин, три года, блин Не, про кекс уже было-то Ну, если я не буду мыть голову, конечно, и кекса не будет, блин, понятно Это значит, не мыть голову, да? Короче, лайфхак Если у вас немытая голова, делайте хвост и все Вот у меня такой лайфхак Поэтому я сегодня с хвостом Зиба-зиба за лайфхак Я ей ноги не брила, если честно Еще есть один вопрос, кстати Наталья, случайно отправить интим-фотку бывшему Или случайно отправить интим-фотку маме своего мужа? Маме своего мужа? Настоящего мужа или бывшего мужа? Ну, настоящего Ну, слушай, ну, лучше бывшему Потом сказать, ой, не тебе, вот это все Потом он пригласится в кафе А потом опять начнется вот это все Ну, бывшему, что, никто не отсылал, что ли, интим-фотки? Слушай, ну, блестяще, отлично ваше выскочило из води Получается, что я одна тварь Причем выскочило из води, реально вообще сухая Мокрая? Не, влажная Сейчас как в служебном романе начнется Мокрая Отлично Слушай, у нас не так уж много времени осталось Но что-то нам еще скажешь такое Которое еще нам сегодня не говорило Слушайте, ну, вы мне очень нравитесь Я против того, что вы сжимаете передачу до 20 минут Кстати, у меня же скоро выходит новая книга Это предыдущая Потому что новая только в печать выходит Ну, спасибо И, ну, вот тебе, принцесса, наверное, прям вообще к лицу Спасибо Там несколько типажей принцесс Какую-нибудь себе выберешь, я еще подпишу А там картинки есть? А тебе там есть и про принца О, про принца тоже есть, да? Да, да Мы управляем про тебя Уже наверняка, но принц приезжает уже на... Про Аладдина есть А, про Аладдина, да? Который на ковре, а там все вот это самолеты И пони черный, да? Там все И юмор там черный Все, как ты любишь Ну, кстати, ты еще, по-моему, забываешь Что-то ведешь сейчас на какой-то новой передаче, да? А, Злые языки Расскажи С Викторией Бонни Так это надо смотреть Мы сидим с Викторией Бонни И Виктория Бонни, оказывается, такой человек разговорчивый Я слово, блин, сказать не могу просто Это я думала Тина Канделаки разговорчивая Нет, Боня Вот она, вот типа Тина Канделаки Боня Стендап комик Вот А я думал, наоборот Ты больше как бы вот Она очень активная Она знает все про всех То есть наврать Бонни невозможно Потому что она говорит А я помню, что ты приходил на красную ковровую дорожку И ты был в паре с этим И начинается такая круговерсия То есть я в качестве юмориста там, наверное, сижу Чтобы усмешнять чуть-чуть Но усмешняет все и так Боня Она усмешняет и усложняет И еще Андрей Борисов Вы его знаете как Ган-13, возможно С Татаркой ФМ у них был дуэт такой Монолитный, классный И Давид Винер, ведущий А ты лучше скажи, что вы там делаете А то всех друзей перечислила Как вы приглашаем гостей И звездных гостей И задаем им 10 вопросов По каким-то темам По новостям А у вас там языки реально злые? У меня добрые У меня максимально добрые Детские Добрые, позитивные чайные А эти злые, они там сидят Фу, прям не понимают Как они со мной там уживаются Вот Я по-доброму уже это сейчас говорю Ой, Наталья, вы не поверили Вот И приходит звездный гость Мы находим 10 новостей Самых-самых, прям Неприятных И он должен либо прокомментировать Каждую новость Либо выполнить наказание Отлично Дамы и господа Сегодня у нас в гостях Была Наталья Краснова Очень добрая Очень добрая Недерская Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают